Здравия желаю! С вами Командор Вэлл, который на этот раз хотел бы вернуться к истокам и начать советовать аниме. И раз у нас уже на дворе Новый Год, то я бы хотел порекомендовать вам заценить Крест Анш, потому что лично для меня это как минимум новогоднее аниме. Потому что так уж когда-то случилось. И в какой-то Новый Год, наверное где-нибудь в 2020-м, я смотрел именно в сам Новый Год это аниме, которое в целом мне понравилось. Хотя, разумеется, там есть ляпы и к чему придраться, но вот недавно я вспомнил, что было бы неплохо, скажем так, иметь новогоднее аниме. И как раз-таки мне вспомнился Крест Анш, который у меня с этим делом ассоциируется. Ну потому что, как я уже сказал, так получилось. И несмотря на то, что я человек неверующий, где судьба и прочая балалайка у меня вызывает, как правило, лишь улыбку, но когда именно в Год Дракона ты внезапно вспоминаешь про аниме, связанное с драконами, ну тогда к тебе приходят мысли о божьем провидении. Серьезно. Хотя, может, это лишь совпадение и просто самовнушение. Надеюсь, так оно и есть. Однако, я предлагаю вам заценить Крест Анш по многим причинам. Ну, во-первых, Год Дракона. Так что, почему бы не посмотреть аниме с этой тематикой? Во-вторых, аниме довольно неплохое. Хотя, конечно же, не шедевр, но лично я из прочитанных отзывов подчеркнул именно сильное развитие персонажей. А особенно, конечно же, главной героини. Где это одно из самых сильных раскрытий и эволюций персонажей в аниме-индустрии. И вот, знаете, пожалуй, я соглашусь. К тому же, для любителей пошлятины, аниме-девочек и игры Годос оф Виктори, могу сказать, что для вас будет много труселей, фансервиса и прочих извращений. Так что вам хотя бы с этой точки зрения понравится. По сюжету могу сказать так. Он неплохой. Можно даже задуматься о нашем мире и вообще о жизни. Только, к сожалению, пожалуй, в последнюю треть сериала что-то пошло не так. И, на мой взгляд, его слили. Что, честно говоря, частая болезнь в всей аниме-индустрии. Но первая половина, на мой взгляд, сделана очень хорошо. И сюжет реально офигенный. Он прям захватывает твое сердечко. Причем мне очень понравился главный злодей. Потому что он, так же, как и я, просто хотел создать свой огромный гарем. И свою великую утопию с некоторыми особенностями. Так что, что вы гоните до человека? Вполне ведь хороший парень со своими желаниями. Но, естественно, это я шуткую. Хотя его мечта о гареме меня реально прикалывает. Но боюсь, что парень все же в определенный момент действительно сломался. И стал негодяем. Возможно, ему даже можно посочувствовать. Ведь в дневнике Таска, пожалуй, был ответ на вопрос, почему он стал именно таким. И он, кстати говоря, этот ответ вполне логичен. Причем еще один плюс аниме, что оно довольно серьезное. Ведь на экране будет неприкрытое кровище. И такие довольно жестокие сцены. Которые очень хорошо показывают некоторые моменты. В том числе, хорошо раскрывают персонажей. Хотя Крест Анш все же обвиняли и в чрезмерной жестокости, и в неуместном заигрывании с аудиторией разных возрастов. При том, что аниме явно 16+. И не очень понятно, зачем пытаться угодить всем. Но это, пожалуй, будет уже лирика. Причем говорят, но лично мне трудно в это вериться. Потому что, на мой взгляд, пародия или издевка должна быть понятной сразу, без дополнительных опций. Но говорят, что многие условные ляпы, даже там с самовоскрешением или чем-то подобным, являются явными отсылками или пародиями на определенные другие произведения, о которых я даже не слышал. И, честно говоря, сложно в это поверить. Но кто же его знает? Может, действительно так оно и было задумано? Хотя лично я считаю, что, как и в Южном парке, я должен сразу понимать, что произведение это стёб. Но тут его я нифига не чувствую. Поэтому считаю, что ляпы в данном случае это просто косяки сценаристов. И никаких отсылок или скрытого смысла там нет. Но верить или нет, это уже дело каждого. Ну и, по сути, дело церковное-духовное. Но повторю ещё раз. Я считаю аниме по первой половине сюжетных ходов явно интересным и увлекательным. Ну а под конец можно просто поржать с той шляп, которая там порой творилась. Особенно воспитание некоторых девочек. В общем, любителям лёгких извращений и фансервиса однозначно рекомендуется. Ну а остальным смотреть в зависимости от вашего тошнометра. Где если он зашкаливает, ну тогда забейте на просмотр. Всё очень просто. Пересиливать себя, пожалуй, здесь не стоит. Ведь ничего сверхкатегоричного здесь, на мой взгляд, нет. Примерно как-то так. Жду отзывов на данную анимешку под видосом. Ну и в целом, нужно ли такое дальше бацать.